Я же вроде девочка, а я этого не чувствую, не вижу, не ощущаю, и в жизни это как-то у меня не проявляется. Первая причина – это когда такой родовой отказ от женщин. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Мама, почему, когда я была маленькой, ты никогда не купила длинную юбку? Понятно, что это неосознанное решение абсолютно, а вот оно принимается в раннем детстве, и потом культивируется в себе сила, целенная такая, знаешь, целеустремленность, бойцовские качества. Все, что связано с телом, с телесностью, с красотой, то есть это уход в любом виде. Таня, как так получается, что вроде бы все мы рождаемся либо мужчиной, либо женщиной, да? Могично. Да, и женщина вроде должна быть женственной, вот просто по названию. Но почему-то не у всех это получается, и у людей вот проблема найти свою женственную. Почему так? Да, Свет, слушай, на самом деле, по правде, да? Казалось бы, вроде вещи естественные, да? Но ты знаешь, я могу вот так вот выделить, ну, только как ко мне приходят клиентки, да, я могу выделить вот три причины, почему происходит отказ. Да, то есть девочка, вот изначально девочка, но по каким-то причинам через 20, 25 лет, 35 лет она вот осознает, чувствует, что она отношений строить как девочку не умеет. Она выглядит не очень как девочка, да? Она работает на очень жесткой работе, руководит предприятием. Ну, не знаю, то есть какие-то такие вещи, когда она сама вот оборачивается и понимает, что я же вроде девочка, а я этого не чувствую, не вижу, не ощущаю, и в жизни это как-то у меня не проявляется, да? И, в принципе, знаешь, можно выделить три, наверное, главные такие причины отказа. Первая причина, она, наверное, самая такая, ну, на поверхности, да, это когда такой родовой отказ от женственности, да, когда, ну, понятно, что все мы выросли в постсоветское время, а наши бабушки там после войны, собственно говоря, и были очень печальные условия, когда действительно надо было выживать, когда там вот уходили на фронт мужчины, и женщина вынуждена была шпалы класть, за всеми ухаживать, и в поле, ну, понимаешь, да, и везде, ну, наверное, вот у тететят такие же были истории. Да, да, бабушка, вот моя любимая фраза, у моей бабушки была любимая фраза «Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик». Она выросла с этой фразы, да? То есть я выросла с этой фразы, да? Ну да, и получается, что как бы культивируется сила, да, я должна и то, и все, и пятое, и десятое, да, и получается, что просто если этот пример переходит от бабушки к маме, потом от мамы к дочке, просто мы видим такие примеры, и мы автоматически становимся таким. Все это такое, как бы это вот обучение, да, и сколько бы нам и не говорили про то, что нужно быть красивой, легкой, если мы видим, что наша мама как лошадь выпахивает, она и не очень ухаживает за собой, допустим, да, у нас просто это как бы не естественно для нас, понимаешь, и нам потом приходится переучиваться. Вторая причина такая – родители хотели мальчика, мечтали, ждали, ну, в принципе, была такая идея. Раз – родилась девочка. И вот эти несбывшиеся вот ожидания, они перекладываются на этого ребенка, да, и поощряются качеством мальчика, понимаешь, ответственность, смелость, такая бесшабашность какая-то, может быть. Ну, вот такие вещи, понимаешь, и получается, что, как бы, поскольку ребенку важно быть хорошим, любимым, да, и дать то, что, как бы, от него хотят… – Отвечать на ожидания. – Да, он подстраивается, понимаешь, и потом, как бы, девочка ворсетельная девочка, как бы она так девочка, а там она в сердце, она мальчика. – На самом деле, советская литература для детей и для подружков, она прямо эту тему мальчишеской девочки, она прямо прорабатывала. Для Крапивины можно проследить, многих писателей можно проследить, что вот эти, Тимур и его команда, там тоже была какая-то девчонка, которая там что-то… То есть это у нас, на самом деле, было… Обществу советскому было свойственно вот это вот… Поиск вот этой девочки с рюшечками, это все было не это, а вот по-настоящему это должно быть. Тетка такая. – А замечаешь, вот, кстати, а вот сейчас такой бум, на самом деле, пик, вот сейчас эти девочки там в рюшках, в розовом, то есть сейчас как-то пытаются даже на уровне одежды, на уровне внешнего образа как-то, да, вот разделять. – Да, я выросла с мечтой о длинной юбке. И только уже во взрослом возрасте спросила у мамы, «Мама, а почему, когда я была маленькой, ты мне никогда не купила длинную юбку, никогда не разрешала?» Ну, в смысле, даже такого варианта не было. Я говорю, «Слушай, да я росла вся с идеей, что длинные юбки носят только цыгане». То есть у меня в семье это просто вот было свойство цыган, и как бы нормальные девочки не ходят в длинных юбках. То есть вот это такое отрицание женственности, по-моему. А еще третий, по-причине, она связана как бы с конкретной травмой, которая была в семье, да, то есть это либо физическое насилие, да, или какое-то, да, там, издевались, допустим, да, собственно говоря, или сексуального какого-то рода на насилие, когда девочка понимает, что ей девочкой быть небезопасно, понимаешь? Ей лучше быть мальчиком, да, то есть это понятно, что это неосознанное решение абсолютно. Вот оно принимается в раннем детстве, и потом культивируется в себе сила, целенная такая, знаешь, целеустремленность, бойцовские качества, люди легко себя вот утверждают в жизни, но потом сталкиваются, что очень там вот отношения сложно выстроить, да, или там полюбить собственного ребенка, потому что тут все не так. Вот поэтому эти три причины, как бы, да, и, собственно говоря, которые нам могут показать, что действительно проблема может быть, да, но в принципе ее очень легко можно решить. Если человек осознал, что ему не хватает женственности, то как, что можно делать, какие способы найти свою женственность? Да, ты знаешь, ты так вот интересно сказала, поиски найти свою женственность, да, то есть ощущение, что она где-то там, вовне спряталась, понимаешь, да, а она на самом деле гораздо ближе, она там, да, то есть ее нужно открыть, вот искать тут ничего-то не нужно, ее нужно открыть. И, собственно говоря, есть ряд, как сказать, тамикнер, что ли, да, советов, которые можно дать для того, чтобы начать соприкасаться с женственностью в нас, да, вот. И на самом деле ведь это же некие ощущения, и поэтому первые такие вот рекомендации, которые я могу дать, они связаны именно с телом, да, то есть женщина больше времени, ей вообще это важно, все, что связано с телом, с телесностью, с красотой, то есть это уход в любом виде, да, то есть там за волосами, какие-то маски, какой-то просто душ приятный, не знаю, там ванна с пеной, то есть это все, что доставляет вам удовольствие, когда ты вот, да, вспомнишь ощущение, когда ты лежишь в пенной ванне, например, да, как бы ощущение, что интеллект немножко вот отключается, да, вот улетает там в отпуск, да, а ты просто ощущаешь, и вот это как раз очень женское такое состояние, да, даже если ты даже вспомни, значит, когда такая картина пришла в голову, помнишь такие вот русские сказки, там, значит, такие девушки сидят, значит, и вот волосы расчесываются, да, вот около, там, около окна, это вот о чем, да, то есть это некоторое успокоение, вот такой вот ритуал некий, да, туалет женский, да, вот там гребень, какая-то неспешность есть в этом, да, не... Успокоение. А с другой стороны, почему всегда говорят суетливая баба тогда? Баба! Баба, это которая я и баба, я и быт, я и все, там и мужик. Это, да, которая подхватила, взяла, почесала. Вспоминается этот фильм, да? Ходите прям, вы почесала. Нет, это как раз не об этом. А хорошо, а как тогда дети? Например, если женщина призвание, это дети. А она вот с этим ребенком еще пытается там одному приготовить, другому нос утереть третьего. А как это? Это не женственность? Ну, смотри, сейчас мы уходим чуть в иную сторону. На самом деле, как раз у женщины есть такая вещь, что она может сразу делать несколько дел, правильно? То есть она этому нос утерла, тут, значит, что-то сварет. То есть, понимаешь, она вот так вот может делать. Вот у мужчин этого нету, да, поэтому у нас есть к этому. Но как раз именно для женщины нужно, то есть как она вот успокаивает ребенка, как она успокаивает? Она же через состояние, собственно, успокаивает. Она, если сама вот такая дерганая, она его обнимет, то он будет трястись у нее. И вот эти колыбельные все на одной ноте. Понимаешь, это, значит, в ней должно быть состояние какое-то. И вот плачет ребенок, она его прижимает к себе и передает ему ощущение спокойствия. Понимаешь? И поэтому ребенок успокаивается. Понимаешь? И, значит, у нее должны быть какие-то мероприятия, как она сама в это состояние войдет. Да, вот этот мир, мир внутри себя, собственно говоря, как она его ощущает, этот мир внутри себя. Вот первое, то, что я сказала, это вот это, собственно говоря, все, что касается тела, да. А дальше все, что касается красоты, уюта. То есть женщине должно быть приятно в том месте, где она находится, да. Вот у меня, допустим, есть такой пунктик, не знаю, мне очень важен вид всегда. И вот в любой квартире я сразу смотрю на вид, да. Просто у меня вот отдыхает взгляд на это, да. Но это и не только вид, конечно, да. Это все, что вас окружает просто, да. То есть посуда, одежда, какие-то предметы интерьера. То есть, ну, комфорт, да. Потому что, да, ведь мы же себя по-разному вообще, да, не знаю, там, где-то там в кафешке в какой-то супе-галовке, можно так сказать, да. Или в каком-то приятном месте, где именно вот атмосфера есть, да. Потому что мы эту атмосферу впитываем кожу, накапливаем туда, да, и потом можем отдавать. Да, поэтому все, что вот, все, что связано с красотой, с комфортом, да. Поэтому, если вам не очень нравится, ваши полотенца, вы их берете, вот, не знаю, вот, и они вам не очень приятны, да. То есть, то можно купить те, которые будут приносить удовольствие тактильное, да. И каждый раз, когда ты в него вот оборачиваешься, да, это некое ощущение, которое входит в тебя, да. Еще очень важная такая зона, связанная с творчеством, да. Это все, что просто приносит радость. Это может не иметь никакого смысла, не знаю, как какой-то выгоды, да. Но вот есть люди, которые, не знаю, любят вышивать. Есть такие идеи, к ним абсолютно не отношусь внутри, да. Но есть люди, которые прямо, они сидят, вышивают и получают этого огромное удовольствие. Прямо у них как, они в Транс чуть ли впадают, да. Есть люди любят готовить, да, и относятся к этому творчески, да. Мне кажется, можно много таких примеров привести. У каждой женщины, наверное, что-то такое есть, действительно. Да, поэтому очень важно просто это уважать, да. Ты же, наверное, скажи, ну, что я там, господи, глупости с этим не занимаюсь, да, там, передаю там вязать, да. Но это же не просто шапку связать, да, а это именно получить вот этот вот опыт, да, и вот успокоиться, и получить это удовольствие, и потом ты сможешь это отдавать. Поэтому надо к этому относиться как к чему-то важному для себя, да, и когда мы это понимаем, то мы это можем делать.